Подозреваемый в убийстве Нижнекамской лыжницы найден сегодня мертвым в следственном изоляторе Чистополя. По данным следствия, смерть 37-летнего Даниила Катенева наступила в 4 часа утра. Напомним, неоднократно судимого мужчину задержали в январе этого года по подозрению в убийстве Гульшат Котенковой. Айрат Назипов вспомнил историю от начала до конца. 28-летняя девушка выехала на одну из лижных баз Нижнекамского района вместе со своей семьей. В тот день она отправилась на прогулку одна. Это решение оказалось роковым. Спустя 3 часа ее отсутствия, муж Гульшат Котенковой забил тревогу. Девушку искали волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС. Тело пропавшей нашли лишь ночью в лесопосадке. На шее и голове эксперты насчитали 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве, полицейские задержали 37-летнего Даниила Катенева, имевшего за плечами криминальное прошлое. Правильно судимый? Да. По каким статьям? Тут это первая часть, вторая. Расшифройте статью? Изнасилование. В отношении мужчины, дважды судимого за изнасилование, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили, что в тот день в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, не найдя другой дороги, просто шел по лыжне. Там и встретил Гульшат. Предполагаемый злоумышленник начал с ней препираться. Потом в полуконфликт с силой потащил за собой в будку, которая стояла поблизости. И стал угрожать газовым пистолетом. После чего начал наносить удары горлышком от разбитой бутылки. Затем бездыханное тело отощил и присыпал снегом. На время следствия суд арестовал Катинюва. Его отправили в Часобольское СИЗО. Однако до старта судебного процесса он не дожил. Сегодня около пяти часов утра в следственном изоляторе номер пять обнаружен труп следственно арестованного без внешних признаков насильственной смерти. Предварительный диагноз – асфиксия. Предсмертной записки не обнаружено. По данному факту в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан назначена проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. В изоляторе, в котором содержался мужчина, установлены видеокамеры. Сейчас их записи изучает следствие. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в районе четырех часов утра, а само тело было обнаружено двумя его сокамерниками в пять часов и двадцать минут. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения, также ведутся опросы сокамерников обвиняемого. По результатам проверки будет принято партусальное решение. К слову, арест Данила Катенева до 9 мая Нижнекамский городской суд продлил меньше недели назад. Если в течение 30 дней за его телом никто не обратится, то Данила Катенева похоронят за счет государства. Айрат Назип, Фазад Самигулин, Вызов 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...